МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На календаре четверг, 19 февраля. Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей город. В студии Вероника Сухачева. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Подорвал себя еще полдома. В Калининграде мужчина решил покончить с собой при помощи баллона с газом. 50 оттенков красного. В Калининграде полицейские закрыли элитный стриптиз-клуб. Его позвоночник в прямом смысле слова складывается в гармошку, а скорая приезжает в его дом регулярно. 34-летнему Александру Грунскому снова требуется ваша помощь. Диета диетами, а масленица по расписанию. Как, а главное, чем калининградские модели отмечают проводы зимы. Поппинг, баттл и вода в каждый двор. Что еще калининградцы обсуждали сегодня в социальных сетях. И главной теме – несчастный случай или попытка самоубийства. Накануне в центре Калининграда прогремел взрыв. В многоквартирном доме по улице Восточной погиб 40-летний мужчина, а несколько семей чуть не остались без крыши над головой. Сразу после происшествия в интернете появилась информация о суициде владельца одной из квартир. О том, что послужило причиной трагедии, где сейчас находятся жители дома, расскажет мой коллега Кирилл Попов в первом материале выпуска. Внимание! В сюжете есть кадры, которые не стоит смотреть детям и людям со слабой психикой. Я скорее кричу, давайте теперь быстро одевайтесь, бегом на улицу. Война началась. Вот так я вот и подумала, что здесь что-то вот, бомба какая-то упала. Здание затрясло, а подъезд заволокло дымом, рассказывает Людмила Голубева. 18 февраля около 6 часов вечера всю ее семью охватила паника. О том, что произошло на самом деле, она и остальные жильцы узнали лишь на улице. Свои квартиры в спешке покидали все без исключения. Пожарных вызвали, милицию, скорую. Пожарная быстро, очень быстро приехала. На втором этаже, где произошел взрыв, окно вылетело, вылетело очень далеко, и видно было пламя. Как оказалось, взрыв произошел в квартире на втором этаже. Позже сотрудниками МЧС здесь было обнаружено тело мужчины. Также службой были приняты меры по эвакуации людей. Сейчас квартира погибшего почти полностью уничтожена. И, как уверяют жильцы этого дома, от таких же последствий их спасло только чудо. Ведь вся взрывная волна пришлась вот на это окно, которое уже заколочено. И о том, насколько сильным был взрыв, как раз свидетельствуют осколки стекол, которые отбросило на несколько десятков метров от дома. Сразу после трагедии появились слухи, что 40-летний Юрий покончил с собой. И даже оставил предсмертную записку. Соседи говорят, что мужчина вел тихий образ жизни и почти ни с кем не общался. И при этом признают, что предпосылки к такому поступку могли быть. Мужчина страдал хроническим расстройством зрения и совсем недавно развелся с женой. У него была какая-то поддержка, и тут он остается один. То есть в его положении инвалида, плохо видящего, и остаться без... Конечно, что-то было на психику, надавило. А так... Плохого ничего сказать не могу. Не могут ничего сказать и правоохранительные органы. Только вот речь уже идет о последнем письме погибшего. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняются. При осмотре места происшествия какие-либо записки следователям Следственного комитета по Калининградской области не обнаруживались и не изымались. По результатам проверочных мероприятий Следственными органами Следственного комитета России по Калининградской области будет принято процессуальное решение. В МЧС комментировать ситуацию отказались. Однако по неофициальной информации причиной трагедии стала утечка газа. Об этом со слов очевидцев рассказывали и сами пожарные во время ликвидации последствий. Я сама спрашивала у МЧС, у пожарников, я говорю, вы объясните, он виноват или нет. Они сказали нет. Потому что газовая плита, котелок, все это на месте обзорвало верхнюю трубу, как где-то разорвало трубу. Взрыв повредил несущую стену и межэтажные перекрытия и без того аварийного дома. В 2018 году его предполагалось снести, а жильцов расселить. Сейчас же ко всем проблемам добавились отсутствие газа и осыпавшаяся штукатурка. Но больше всего людей пугает трещина на фасаде, поэтому многие оставляют свои квартиры и перебираются к родственникам. И пока следователи выясняют причины трагедии, коммунальщикам предстоит найти новое жилье для пострадавших. Кирилл Попов, Андрей Долгий, служба новостей, город. О других происшествиях города и области расскажем далее в нашем специальном разделе «Место происшествия». Чем здесь занимались? Вещь продаю. Какие вещи? Парсельные били. 32-летняя любовь с печальным видом рассказывает полицейским о тяжелой судьбе цыганского народа. Четверо детей и копеечная прибыль – все это делает женщину, но уж очень несчастной. Ее подруга тоже выглядит удручающе. По ее словам, зарабатывать деньги торговлей трудно. Конечно, ведь каждый раз, напрашиваясь в гости к возможным покупателям, приходится не только расхваливать товар, но и воровать. Ну, что взяла деньги бабушке. Расскажите про это по-подробному. Ну, зашла, предложила ей вещи. Она купила, я видела, деньги взяла. Схема у бедняжек была вполне простая. Напроситься в квартиру, отвлечь хозяина и стащить деньги. План работал, особенно с пожилыми людьми. Сотрудниками полиции города Светлого были задержаны две женщины цыганской национальности, которые под предлогом продажи постельного белья, мошенническим способом проникали в квартиры, где завладевали денежными средствами пожилых старушек. Итого 120 тысяч рублей. И это только за один заход. В отношении двух воровых возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет их причастность к другим подобным преступлениям. Бойцы спецназа залетают в стриптиз-клуб. Обстановка – все 50 оттенков красного. На шесте – девушка в белье. Опять же-таки алого цвета. Настоящая инсталляция квартала красных фонарей, но в небольшом помещении. Темно-бордовый алкоголь и испуганные посетители. А вот хозяин заведения, если и удивился визитерам в форме, то виду не подал. И с радостью провел оперативникам экскурсию по своему дому-похоти. А для каких целей используется эта помещение? Раздевается. Для раздевания? Да. Раздевается? Сотрудники. Большая белая кровать и полураздетые девушки не оставляют сомнений в том, что в этих комнатах действительно раздеваются. Причем, судя по прескуранту, который обозначен в меню стрип-клуба, это сотрудницы заведения делают часто. И за деньги. Здесь, да, гостиница. Человек может снимать и отдыхать здесь. Оформлено как гостиницу? Нет, не надо оформлять как гостиницу. Действительно, номера, где ничего, кроме постели и души нет, трудно назвать комфортабельными. Хотя и поверить то, что они в клубе лишь для отдыха утомившихся от танцев посетителей, трудно. Кроме того, полицейские обнаружили, что элитный алкоголь на самом деле фальшивка. Сейчас мужской салон закрыт на время проверки. В полиции разыскивается Гущан Владимир Грачикович, 53 года, уроженец Германии. По информации правоохранительных органов, летом прошлого года Гущан принуждал одного из предпринимателей региона к совершению незаконной сделки по поставке на крупный объект песка. Подозреваемый его подельник, который сейчас находится в СИЗО, с применением насилия требовали от калининградца принимать песок по завышенным ценам. Мужчины хотели взять под личный контроль все поставки песчаногравийной смеси. Если вам что-либо известно о местонахождении Гущана Владимира Грачиковича, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 02. Екатерина Степанова, служба новостей город. Санкции поддерживают регионального производителя. Сегодня на заседании Калининградской областной думы губернатор Николай Цуканов резко раскритиковал предложение депутатов вывести наш регион из-под санкций. Однако Николай Цуканов призвал депутатов областной думы обсуждать свои революционные предложения с общественностью, прежде чем выносить их на федеральный уровень. Резкий вывод региона из-под контрсанкций может парализовать развитие сельского хозяйства в регионе, уверен губернатор. Сельхозпроизводители вам спасибо не скажут. Опять повалит польская свинина и прочее-прочее. И наше сельское хозяйство умрет. Вместе с тем он отметил, что власти, возможно, и поддержат предложение об отмене контрсанкций, но только после совместных обсуждений с союзами промышленников, предпринимателей и аграриев. Обезболивающие уколы и снотворное. Таким образом, 34-летний калининградец Александр Грунский ежедневно спасается от мучительных болей. В прошлом году мы уже дважды рассказывали его историю. Еще в подростковом возрасте у мужчины обнаружили кифоскалиоз четвертой степени. Его позвоночник в прямом смысле слова складывается в гармошку. Весной вместе с телезрителями нам удалось отправить мужчину на дорогостоящую операцию в Москву. Но чудо так и не произошло. Медики обнаружили у Александра вдобавок ко всему и остеопороз. А в таком случае операция просто противопоказана. И сейчас ему вместе с пожилой мамой приходится считать копейки на лекарства и продолжать верить в чудо. Эфир продолжит рубрика «Подари мне надежду». Сразу после рекламы вы увидите. Внимание автомобилисты в понедельник в городе перекроют движение. Диеты диетами, а масленица по расписанию. Как, а главное, чем калининградские модели отмечают проводы зимы. Поппинг, баттл и вода в каждый двор. Что еще калининградцы обсуждали сегодня в социальных сетях. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. В эфире служба новостей города и мы продолжаем. Возле Южного вокзала появятся новые храмы, а стены правой набережной разрисуют граффити. Об этих и других новостях короткой строкой расскажем далее. В понедельник 23 февраля в Калининграде перекроют движение транспорта по Гвардейскому проспекту в районе мемориального комплекса 1200 гвардейцев. Здесь с 10.45 до 11.45 пройдет церемония возложения цветов, а с 19.30 до 20.40 праздничный салют. Напротив Южного вокзала на площади Калинина построят храмовый комплекс. Помимо каменного храма преподобных Кирилла и Марии Радонежских на территории появится воскресная школа и центр поддержки семьи. Начало уже положено. На днях там вырыли котлован. 15-летнему Кириллу Гудосу из Советска нужна помощь. У мальчика редкое онкологическое заболевание. Альвеолярная саркома. Сейчас Кириллу назначен курс химиотерапии. Далее потребуется операция в другом городе. Сумма лечения для семьи Кирилла неподъемная. Подробная информация по телефону 8 931 603 37 21. В Калининграде объявлен конкурс на лучшие граффити к 9 маю. Все талантливые уличные художники могут попробовать свои силы в оформлении стены вдоль правой набережной. Организаторы обеспечат баллончиками с краской. Справки по телефону 95 00 16. Дворец культуры моряков приглашает в это воскресенье на музыкально-театральное шоу «Трубачи и барабанщицы». Это совместный проект театра моды и танца и оркестра внутренних войск. Самые красивые девушки Калининграда и музыканты исполнят хиты рок-музыки и создадут необыкновенное зрелище. Начало шоу 22 февраля в 19.00. Вся страна празднует последние дни Масленицы. В стороне не могут остаться даже те, кто сидит на изнуряющих диетах. Как готовить блины, чтобы на глазах терять вес? И что такое блининг, расскажет моя коллега Мария Калинина в следующем материале выпуска. Настя уже 5 лет в модельном бизнесе. Модные фотосъемки и постоянные показы. Об этом она знает не понаслышке. Поэтому в ее обычном рационе нет сахара, соли, шоколада и, конечно же, мучного. Кроме того, после 6 она не ест. Говорит, голод легко можно утолить лишь стаканом обязательно горячей воды. Но не готовить блинчики на Масленицу она не может. Тем более, что рецепт особенный. Передается он из поколения в поколение. Я готовлю блины по маминому рецепту. Она начинает с того, что разбивает яйца и избивает их сахаром. И только потом добавляет уже остальные ингредиенты. Также Настя любит проводить эксперименты. Готовит блинчики на воде, кладет вместо большей части муки бананы, добавляет в тесто имбирь и мускатный орех. Но сегодня традиционный праздник, поэтому и блюда приготовлены классически. Так в чем же при таких кастрономических изысках секрет осиной талии Анастасии? Блины готовы, но главный секрет в том, что я их не ем. Ну а если и вы, так же как наша героиня, не принимаете блины внутрь, то можете надеть их на себя вот таким вот образом. Масленичный мейнстрим в этом году буквально всколыхнул в соцсети. Теперь модно носить блины. С масленицей вас! Мария Калинина, Юрий Жуков. Служба новостей «Город». В Калининграде прошли соревнования по поппингу, а во дворах жилых домов появляются аппараты по разливу воды. Что еще интересного было замечено сегодня в социальных сетях, смотрите далее. В одном из калининградских дворов появился аппарат по разливу чистой воды. Один литр – два рубля. Очередей пока нет. В Калининграде прошли поппинг-баттлы. Смотрим, как это было. Только калининградцы берут с собой на море буханки хлеба. Пользователи комментируют – лебеди нынче прожорливые. ДТП глазами видеорегистратора. Этот мощный занос по скользкой дороге произошел на трассе под Калининградом. Пользователи советуют водителям быть аккуратнее. Если вы хотите, чтобы ваши отчеты попали в наш эфир, давайте дружить в социальных сетях. Выкладывайте фото и видео с хэштегом «Первый городской канал». А теперь пришло время и вам поделиться своими хорошими новостями. Работа, дети, семья. Все хорошо, все нормально. Аванс вчера был. У меня сегодня пятерка по математике. День рождения у сына завтра. Зарпад недавно получил. Девушка сегодня встретилась наконец-то. Мы приехали в Калининград из Польши учиться на учебу. Вчера у ночи был 10 лет юбилей. Радостно за нее, достижения у нее хорошие. Второе место в Сочи по синхронному плаванию заняла. Если вы стали свидетелем интересных событий или засняли их на фото или видеокамеру, то звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. Также напоминаю, что все выпуски дублируются на нашем официальном сайте 1городской.ру. И это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Вероника Сухачева. Я с вами прощаюсь. Ну а как будут развиваться события дальше, покажет служба новостей город. Всего вам доброго и до встречи.